В эфире программа новости 24 часа. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Плавающий курс рубля, цены на потребительском рынке и освоение китайских кредитов. И это далеко не весь перечень тем, которые сегодня Александр Лукашенко обсудил с председателем правления Нацбанка Павлом Калауром. Глава ведомства рассказала о ситуации, которая складывается в финансовом секторе. Август был для экономики не самым простым месяцем. В это время на Беларусь влияли внешние факторы. Падение мировых цен на нефть и ослабление национальных валют у основных торговых партнеров прежде всего в России. О сегодняшней обстановке расскажет Наталья Бреус. 2015-й складывается для экономики непросто. Падение спроса на привычных площадках белорусские экспортеры, те, кто зарабатывает валюту, почувствовали еще в конце прошлого года. Тогда же Национальный банк страны пошел на непопулярные меры ограничения на валютном и кредитном рынках. К февралю регулятор уже во главе с новым руководителем определился с новым режимом монетарной политики. Один из ключевых моментов – в ней гибкое курсообразование. На плавающий курс в России перешли еще прошлой осенью, в Казахстане решились полмесяца назад. Как вы знаете, в России наблюдается экономический спад. То есть наши рынки там явно не расширяются. Ну, в частности, из-за неблагоприятной нефтяной конъюнктуры, там, других причин и так далее. В Евросоюзе ситуация неоднозначная. В целом, там медленно-медленно они пытаются выйти из длинного кризиса, но наши рынки там тоже не сильно расширяются. Вся ситуация еще усугубляется тем, что два наших основных торговых партнера между собой мир найти не могут. То есть из-за того, что они воюют с помощью санкций друг против друга, а мы находимся в таможенном союзе с Российской Федерацией, соответственно, нам трудно. Белорусский рубль привязан к корзине валют. В ней евро, доллары, российский рубль. Колебания курсов отражаются на белорусских деньгах. В августе стоимость этой корзины только росла. Как реагирует валютный рынок Беларуси? Это стало одной из тем рабочей встречи президента с руководителем Национального банка. Несмотря на неудачный для нас август, он всегда неудачный. Особенно в связи с воздействием внешних факторов российских, прежде всего. Все-таки никуда не денешься основной наш рынок. Все-таки за 8 месяцев мы имеем больше валюты, мы предложили, чем сами купили. Благодаря тому, наверное, что мы перешли на плавающий курс, нам все-таки удалось убедить население, что мы с ними в игры играть не будем. И это правильно. Нам надо придерживаться подобной позиции. Вот есть столько долларов, у населения есть желание купить вот столько долларов. Ну, соответственно, и цена этого доллара. По крайней мере, не надо слишком напрягаться в этом отношении. Обычные люди у нас все могут купить в Беларуси за белорусские рубли. Курс колеблется в первую очередь из-за внешних факторов. Особенно это почувствовалось в августе. На этот месяц пришлось сразу несколько мировых финансовых потрясений. Казахстан пошел на 30-процентную девальвацию Тенге. Стоимость нефти эталонной марки «Брент» впервые с марта 2009 года опустилась ниже психологической важной отметки в 45 долларов на фоне падения биржевых индексов в Китае. Назбанк Беларуси придерживается политики адекватного реагирования. В условиях высокой неопределенности нужно своевременно уметь реагировать на изменения конъюнктуры и особенно на те вызовы, которые возникают. Главу государства интересовалась ситуация с перспективами до конца года. В первую очередь по ценовой стабильности. Я бы хотел отметить, что по оценкам Национального банка индекс потребительских цен не превысит те прогнозы, которые делал Национальный банк в начале текущего года. Был прогноз 18% плюс-минус 2 пункта. Мы полагаем, что можно ожидать инфляцию не выше среднего уровня прогноза. В этой ситуации президент поручил госконтролю вести мониторинг на потребительском рынке, отслеживать цены на продовольствие, школьные товары, услуги, ЖКХ и лекарства. Я правительству поручил, чтобы внимательно отслеживали цены на потребительском рынке, в магазинах, чтобы мы как-то могли административно воздействовать на инфляцию, тоже не перебирая, чтобы не получилось так, что мы получили дефицит товаров. У нас был рост цены 7,5% за 7 месяцев. А на первые 0,9% мы ожидаем прирост где-то еще на 0,3% пункта. То есть это будет не более 7,9%. Это среднее. Но меня волнует прежде всего ценообразование на товары, которыми люди пользуются всегда. Это покушать, одеться и так далее. Вот это меня больше всего волнует. Наверное, меньше меня, пусть это не популярно, волнует те люди, которые по 3-5 телевизоров покупали или не покупают, автомобили могут себе купить и так далее. Слава Богу, что они покупают это, но это значит люди с определенными доходами. Или люди, которые стремятся что-то накупить и где-то перепродать, если это возможно. То есть это не критично, но важны вот эти группы товаров. Вот эти мы и мониторим сейчас, чтобы посмотреть, что у нас происходит. Ну, это ваша проблема с правительством. При этом мы имеем ситуацию более-менее стабильную на валютном рынке. Нам успокаиваться не надо, потому что мы с вами об этом говорили. Главный вид экономика. Поэтому вы не обращайте внимания, что кто-то там вас покритиковывает с правительством, что вы в ручном режиме, ручное управление применяете. Да вы какое хотите, применяйте управление, лишь бы от этого был результат. Сегодня не до жиру. Сегодня видите, что происходит вокруг. И я всегда людям откровенно говорю, знаете, у нас впереди, возможно, еще более сложные времена. И дай Бог нам вот так пройти, как мы сегодня идем. Ситуация в мире от нас не зависит. Мы должны к ней приспособиться. И мы это должны понимать. И то, что у нас более-менее спокойная ситуация во всех сегментах и экономике, особенно валютно-денежная, кредитная политика, более-менее стабильная и предсказуемая. Это наше счастье. Поэтому это надо сохранить. Вот этот тренд нужно сохранить. Но помни, что деньги ведь из экономики. То есть сегодня важно, чтобы экономика работала. И не случайно глава государства ориентирует на продвижение экспорта, бесперебойные продажи источников валютных поступлений. Вообще в нынешних условиях все средства хороши. Эту мысль озвучил глава государства на примере конкретного проекта, который планируют реализовать в Беларуси. Я хотел бы с вами посоветоваться по одному частному вопросу. Вопросу строительства у нас еще одного горнообогатительного комбината по добыче и производству коллективных удобрений. Славкалий. Это частный инвестор под кредиты Китайской Народной Республики. Надо, не надо, какие там риски. Все шло хорошо, вдруг кто-то там заметил, какие это риски. Вот я был в Китае, 3 миллиарда льготных кредитов они нам предоставили, 4 миллиарда коммерческих кредитов, 5 миллиардов мы освоили и осваиваем кредитов китайских, но 7 миллиардов у нас готовые деньги, которые мы можем хоть завтра получить и реализовывать проекты. Что меня здесь приободряет и то, что выгодно для страны. В то время, когда у нас вроде и безработица тут кто-то озабочен, у нас нет вот таких продаж больших, нет инвестиций больших. Ну так давайте возьмем эти кредиты, возьмем проекты в стране типа атомной станции и задействуем там свободных людей, особенно строительные мощности. Это надо использовать. Что оказалось? Оказалось, у нас проектов не хватает, как выяснилось в переговорах с китайцами. Так почему спим? Руководитель Национального банка доложил и о выполнении других поручений президента. При назначении Александр Лукашенко ориентировал главу ведомства на развитие цифровых технологий в банковской сфере. Впрочем, банки страны уже стали на цифровые рельсы. Многие белорусы уже научились общаться с банками на расстоянии, ведь с помощью СМС, интернет или мобильного банкинга можно оплатить услугу или произвести операцию. Парадокс, но именно так, на расстоянии банки, финансовые организации становятся ближе к людям. Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект указа о развитии цифровых банковских технологий. Документ прошел первый этап согласования в госорганах и в целом получил положительную оценку. Одна из новаций – разработка единой банковской системы идентификации клиентов. Единожды, проведя физическую идентификацию, проведя с паспортом любое подразделение любого банковского учреждения Республики Беларусь, получив соответствующий идентификатор, данный человек сможет приобретать услуги и продукты финансовые, на первую очередь банковские, в любом банке Республики Беларусь посредством сети интернет. То есть это будет своеобразное банковское одно окно. Система будет создана на базе уже действующей и известной ЕРИП, которую Насбанк ввел еще в 2008 году. С ее помощью рассчитываться за услуги проще. Наталья Брелзи, Екатерина Майсиенок, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Период после запуска Евразийского экономического союза стал более напряженным, чем этап самого создания объединения. Такое мнение сегодня высказал премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков представлял позицию нашей страны на Евразийском межправительственном совете, который прошел в Гродно. На встречу прибыли и премьеры Армении, Кыргызстана, России и Казахстана. Как идет продвижение по пути либерализации, снятия барьеров внутри союза и какие камни преткновения существуют до сих пор, расскажут наши корреспонденты. К полудню правительственные кортежи стран-участниц заседания Евразийского межправительственного совета стали съезжаться к Гродненскому облсполкому. Фото на память. И начались основные переговоры. Главная тема встречи – скоординированная промышленная политика, макроэкономическая и финансовая стабильность. Ведь чтобы относительно новая интеграционная структура работала как единое целое, необходима единая позиция всех ее участников. Согласованная промышленная политика означает придание нового смысла, нового значения для тех инструментов регулирования, которые у нас есть. Для поддержки экспорта, для изменения тарифно-таможенных позиций и так далее. Белорусский премьер предложил коллегам заострить внимание на подготовке концепции общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. А также презентовал проект электронной маркировки меховой продукции для борьбы с серым импортом. Двигаясь по пути либерализации и снятия барьеров в торговле, мы неизбежно подходим к чувствительным вопросам, требующим компромиссы национальных и наднациональных интересов. И коль скоро мы нацелились на столь амбициозную задачу, как построение единого экономического пространства, надо набраться терпения и уверенно двигаться вперед. По итогу сегодняшних переговоров подписаны два межправительственных соглашения. Речь в частности о защите прав интеллектуальной собственности. Это позволит создать соответствующий механизм между странами для поддержки и помощи в этой сфере. Осознание того, что мы должны чувствовать плечевой локоть друг друга, оно в общем-то приходит. Ну, наверное, и будет постепенно вырабатываться этот механизм. Но жизненная меч не стоит, и сразу же готовых решений, подсказок, как в той или иной ситуации поступать, их просто нет. Их надо нарабатывать. Еще один пункт в Гродненской программе премьеров – агротуристический комплекс недалеко от города. Небольшая экскурсия, далее ряд двусторонних встреч. Андрей Кобяков общается со своим российским коллегой. Большое спасибо городской стороне за хорошую организацию мероприятий в рамках межправительственного совета, за хорошие условия работы, интересные впечатления. Сегодняшние заседания Евразийского межправительственного совета в Гродно сопровождали беспрецедентные меры безопасности. В областном центре были перекрыты для движения центральной улицы и некоторые пригородные трассы. А номера в большинстве городских отелей были забронированы еще за неделю до этой встречи. Кстати, следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС состоится в ноябре в Ереване. Таисия Ким, Юрий Корнилович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область. Сегодня Александр Лукашенко дал интервью представителям президентского центра имени Бориса Ельцина. Он был создан как дань памяти политику. Вскоре под эгидой центра откроется музей первого президента России. Борис Ельцин вошел в историю как неоднозначной политики, одновременно как человек, ставший целой эпохой в истории России. Эксперты по-разному оценивают его вклад в развитие страны. Президент Беларуси считает, что это был политик, о котором сегодня нужно говорить вслух. Вместе с Александром Лукашенко они начинали строительство Белорусско-Российского союза. Своими подписями они скрепили договоры о создании союзного государства. Воспоминаниями о работе с первым президентом России уже поделились известные политики, такие как Билл Клинтон, Тони Блэр, Нурсултан Назарбаев. Организаторы проекта уже записали более двух сотен интервью с известными политическими деятелями. Разговор с Александром Лукашенко продлился вдвое дольше, чем планировалось. Первая наша встреча, первое знакомство. На эту встречу очень сильный отпечаток отложила позиция самого Ельцина, его позиция во время первых президентских выборов в Беларуси. Мы хотели небольшой компании, с которой мы ввязались в эту борьбу, президентское кресло, хотели, чтобы наша страна развивалась по-другому, нежели так, как тогда произошло. Пустые полки есть, было нечего в Беларуси. Сплошные забастовки, демонстрации, драки и так далее и тому подобное. Мы в это ввязались. Но выборы прошли, прошли, как прошли, вы это знаете. Победил не кандидат от России, а победил совершенно неизвестный человек. Поэтому моя, естественно, первая встреча, мой визит был в Москву. И вот первая встреча. Я захожу в какой-то кабинет, и вот стоит Ельцин, так в полуоборот. Я зашел в эту другую дверь, между нами этот стол, и он на меня смотрит изучающе, настороженно изучающий взгляд. Вот я до сих пор эту позу Ельцина и взгляд помню. Я ему часто об этом говорил. И такая мертвая тишина, и он не знает, что сказать. Ну, я расшитывал, что он хозяин, он меня пригласил в Москву. Это был мой первый визит. Я считаю, что он что-то должен говорить. И вот такая тишина повисла. И потом я не знаю, почему вдруг, я ему говорю, Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Россию, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что столица России, Москва, это ваша Москва, вы тоже заблуждаетесь. Это и моя Россия, это и моя Москва, потому что вчера она была столицей и моего государства. И не я виной тому, что мы сегодня встречаемся как президенты. Вот почти дословно разговор при нашей первой встрече. Беларусь готова оказать содействие миссии наблюдателей ПАСЭ. Это заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, общаясь с предварительной миссией Барламентской ассамблеи Совета Европы. Эксперты из семи стран приехали в Беларусь, чтобы обсудить подготовку к предстоящим президентским выборам. Их визит продлится несколько дней. В следующий раз они посетят нашу страну уже в день выборов 11 октября. Наблюдать за голосованием будут 27 экспертов ПАСЭ. Кстати, это старейшая международная организация Старого Света. Сегодня, обсуждая предстоящие президентские выборы с членами ПАСЭ, Владимир Андрейченко отметил, что есть все основания для объективной оценки голосования. Для нас, и не только для нас, наверное, принципиально важно, чтобы вот эта политическая конкуренция в целом избирательной кампании проходила в соответствии с законодательством Республики Беларусь конструктивно, чтобы она проходила на фоне общественного порядка, мира, согласия. Потому что вот эта политическая безответственность, которая проявляется в отдельных странах, в том числе и в наших соседей, мы видим, к чему она приводит. К экономическому хаосу, порождает беженцев, ну и, в принципе, страдает страна, страдают люди. Спасибо за приглашение участвовать в наблюдении за президентскими выборами. Мы находимся здесь, чтобы изучить информацию, чтобы выслушать ваши замечания и предложения. У членов нашей делегации есть вопросы, и мы намерены их обсудить. Обсуждение предвыборной кампании продолжилось и в Верхней Палате Парламента. Западные эксперты встретились с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Он подчеркнул, что Беларусь открыта для диалога. Предварительную миссию ПАСЭ возглавляет депутат Парламента Турции Реоди Немич. В составе делегации спецдокладчик комитета ПАСЭ по Беларуси. Андрео Регони занимает эту должность около года. На этот пост его назначали дважды. Регони не раз посещал нашу страну и встречался с белорусскими парламентариями. У нас полная открытость для диалога, для выяснения всех вопросов и позиций. Я думаю, что наш разговор будет носить такой конструктивный характер. Господин Регони – это наш давний знакомый, и мы постоянно с ним сотрудничаем. И я думаю, что последние доклады, которые он делает, они помогут, может быть, и составу миссии, которую вы возглавляете для того, чтобы окунуться в вопросы современного гражданского общества Беларуси. Полное прекращение огня и закон об особом статусе Донбасса у белорусской столицы сегодня вновь стала переговорной площадкой по мирному урегулированию украинского кризиса. В президент-отеле уже прошли переговоры трех экспертных подгрупп по экономическим, политическим и гуманитарным вопросам. Завершилось и заседание трехсторонней контактной группы. В центре внимания согласнование документа об отводе вооружений калибром до 100 мм от линии соприкосновения и восстановления инфраструктуры пострадавших регионов. Между тем, последние сутки на Донбассе прошли относительно спокойно. Снижение напряженности отмечают как участники боевых действий, так и мирные жители. Улучшение ситуации фиксируют и наблюдатели ОБСЕ. О том, что это первые несколько дней за длительный период, когда минские договоренности о прекращении огня соблюдаются, ранее заявил и президент Украины Петр Порошенко. Британская разведка предотвратила покушение на королеву Елизавету II. На территории Сирии уничтожено несколько боевиков, граждан Великобритании, которые перешли на сторону исламского государства. В поле зрения спецслужб экстремисты попали после того, как стало известно, что они собираются устроить теракт в Лондоне во время празднования 70-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. В разгар торжеств должен был произойти мощный взрыв, мишенью которого в первую очередь стала бы королевская семья и другие высокопоставленные гости церемонии. Белорусы теперь могут участвовать в охране госграниц вместе с пограничными нарядами. Это предусмотрено указом президента. Добровольцы имеют право проверять документы, досматривать транспорт в пределах пограничной зоны и не только. Юрий Корнилович, подробнее. Жителя приграничного поселка Адельск Петра Эйсмонта вот так на боевом посту вместе с пограннарядом можно увидеть практически каждый день. После основной работы он не отказывается от так называемой общественной нагрузки. Петр Генрикович уже больше 30 лет в добровольной дружине помогает выявлять нарушителей пограничного режима. Здравствуйте. Старший пограничный район, прапорщик срока. Приедет документ на весь пограничную зону. Это нас, местные жители. Это местные, да? Франц, да. Откуда едешь далеко, где? В основном, признается дружинник, приходится помогать с проверкой документов и досмотром автомобилей. Но есть по сложном списке Петра Эйсмонта и боевые дни удалось остановить нелегала. Я остановился, спрашиваю, ваши документы вы находитесь в погранной зоне. Предоставил удостоверение дружинника. Он говорит, да я иду к бабушке к себе, я говорю, ну предъявите документы. Нет, он пошел, забрался. Ну тогда раз такое дело, давай быстрее сообщать на заставу. Вызвал заставу и на расстоянии сзади за ним преследовал, пока не приехали пограничники. Здравствуйте, товарищи пограничники и дружины. Здравствуйте. На направлении Минковцы и Скорбляки посторонних никого там нету, так что можете спокойно оттуда там движения никакого нету, все нормально. Все, спасибо, если что будете проезжать, кого-то неизвестного, сразу же звоните, сразу мы выйдем. Как всегда. Всегда на посту и командир местной добровольной дружины, а по совместительству председатель сельсовета Владимир Трутнев. Под его началом помогают охранять границу больше 30 сельчан. Для них это уже образ жизни, нежели обязанность, утверждает мужчина. В свободное от работы время, значит, они могут наблюдать, проводить наблюдения на рыбалочке, собирают грибы, ягоды. И вообще, когда передвигаются внутри пограничной зоны, они, значит, наблюдают. Всегда значок при себе, скажем так, на всякий случай. Мало ли, кого-то надо будет остановить, проверить документы. Пограничная зона – дело такое серьезное. Правда, не только дружинники помогают стражам границы. Все местные жители считают себя защитниками рубежей. Утром местный житель шел на работу и увидел, как неизвестный с рюкзаком на плечах движется в сторону леса. Он сразу же позвонил на пограничную заставу дежурному. И через несколько минут был задержан потенциально нарушитель границы. В сентябре жителям при границе нести свою добровольную службу стало намного проще. Благодаря указу главы государства они получили право самостоятельно проверять подозрительных лиц. И даже в случае необходимости задерживать нарушителей. Сельчане уверены, теперь желающих незаконно перейти границу станет значительно меньше. Юрий Корнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область. В поисках новых ниш Минский мясокомбинат осваивает азиатский рынок, в частности Казахстан. Главное преимущество отечественного сырья – колбасы без пищевых Е-добавок. Эту рецептуру разрабатывают сейчас на предприятии. Такой продукт будет интересен не только потребителям в нашей стране, но и за ее пределами. Отмечу Минский мясокомбинат – предприятие с полувековой историей. Покупателям хорошо известны бренды компании «Мясная держава» и «Кухаревич». Всего на комбинате выпускают около полутысячи наименований мясных деликатесов. Только колбас ежедневно производят более 30 тонн. Реализуем продукцию в наших фирменных магазинах. Их около 10 магазинов находятся в городе Минске. Также мы работаем с торговыми сетями Минского региона, города Минска, Минской области. Очень активное участие в продажах принимают у нас комбинаты школьного питания. Также мы активно продвигаем свою продукцию на азиатском рынке. Сейчас мы работаем с рынком Казахстана, прорабатываем очень серьезный вопрос по увеличению туда реализации продукции. Завтрак со слоном, правда, не запланированный. В Национальном парке Монопулс в Зимбабве на туристов напала это дикое животное. Произошло это в ресторане под открытым небом. Носатого привлек запах кухни. Слон подошел к столам вплотную, и вдруг его штуф напугало, и он стал размахивать хоботом и бивнями, с легкостью разбрасывая любителей сафари. Звон посуды разозлил нападающего, но смотрителям удалось его отогнать. Туристы покинули ресторан с царапинами, но при этом и с эффектными фотоснимками. На этом пока все. В студии работала Юлия Александрова. Итоги вторника мы с моими коллегами подведем в 22.30. Пока желаю нескучного вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok